Mobile Legends исполняется 7 лет, по этому случаю Мунтоны приготовили кучу событий. Крутой скин на Джонсона, эффект возвращения, эмоции, рамка аватара, уникальные достижения и много других наград можно будет получить бесплатно через события седьмой годовщины Mobile Legends. В этом видео я расскажу подробно где, как и когда можно получить все эти награды, а также поделюсь информацией о других ближайших событиях. Всем привет, это Бостон, поехали! Первая часть ивента годовщины Mobile Legends уже стартовала, в ней ты можешь получить новую рамку аватара и эмоцию в честь годовщины, попутно поменяв музыкальную тему в событии. Тут все достаточно просто, выполняем различные задания, получаем очки и не забываем про список дел. Первое задание выполняется просто кликнув по быстрому комментарию на основном экране события. Вторая часть списка дел откроется седьмого октября, тогда же можно будет получить эффект возвращения, либо же рамку аватара или эмоцию на пятилетие по твоему выбору. Все основные события годовщины стартуют седьмого числа. Заходишь в игру и пишешь чат с седьмой годовщиной. После этого получишь эффект уничтожения на три дня. В ивенте можно будет создать капсулу времени и написать пожелания себе будущему. Я понимаю, что за этот ивент мы не получим ничего особенного, но на самом деле такие письма могут иметь очень мощный психологический эффект. Просто пофантазируй, чего бы ты хотел достигнуть в ближайший год. Каким бы ты хотел бы себя видеть к восьмой годовщине игры и обязательно пожелай себе в этом удачи. Я точно не знаю, как это работает, но очень часто такие пожелания сбываются. Еще седьмого числа после просмотра отчета о том, что произошло за прошедший год в Mobile Legends и твоих достижений с момента начала игры мы получим 17 очков празднования и, конечно же, уникальное достижение. Далее событие с бесплатным скином на Джонсона. Оно стартует чуть раньше, 4 октября. В этом ивенте в мини-игре мы будем проходить головоломки, помогая Джонсону добраться до конца лабиринта и получим еще одну уникальную ачивку, а также монеты, в которые в конечном итоге сможем обменять на скине с Джонсона. Также в этом событии можно будет получить оповещение об убийстве к седьмой годовщине Mobile Legends, так что не пропусти. Кроме событий годовщины стартует еще несколько сопутствующих ивентов. Например, 5 октября старт большой коллекции, в которой можно будет выбить новый скин на Вексану, либо, наконец-то, можно будет получить выпущенный коллектор на Линго, либо, как вариант, скин на Мию. Напомню, что стоимость коллектор скинов в районе 4,5 тысячи алмазов или меньше, в зависимости от твоего везения. Но если в первый день прокрутить 16 раз, а далее крутить ежедневно по скидке в 50%, то цена снижается менее, чем до 3 тысячи алмазов и ниже, опять же, в зависимости от твоего везения. Событие в коллаборации с Дукати стартует тоже 7 октября. В этом ивенте можно будет выбить скины на Эрите или Бенедетту. За каждые 10 прокрутов нам будет выпадать кружок Бинго. Нужно собрать одну линию, и тогда мы получим скин. По сути, это событие очень сильно напоминает событие Сан Рио. Соответственно, можно предположить, что и скины будут стоить примерно столько же. В районе 8-11 тысяч алмазов, но стоимость первого скина можно будет существенно снизить токенами при пополнении баланса. Ожидается 2 фазы билетов 14 и 28 октября. Чтобы получить бесплатные прокруты, нам потребуется пополнить и потратить алмазы, а также купить алмазный пропуск. Так что скин на Бенедетту или Эритель может выйти от 1,5 до 2,5 тысяч алмазов, а вот второй скин коллаба получится выбить только уже за полную стоимость, плюс-минус 8 тысяч. В общем, в этом событии есть шанс получить желаемый скин с хорошей скидкой. Кроме этого, за первые 10 прокрутов мы гарантированно получим эпик. И, наконец, 16 октября в рамках проекта Next появится новый эпический скин на Фашу Неоновая Луна. Я понимаю, что Фаша сейчас не самый популярный маг, но ее эффекты сравнимы с последним эпическим скином на Вейла. И в первую неделю продажи на нее будет 30% скидка. Пиши в коммент, какое из этих событий ты ждешь больше всего. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok